Сотрудники отдела ГИБДД по Дмитровскому городскому округу провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». На этот раз рейд проходил на улице Семенюка напротив здания торгово-промышленной палаты. Здесь зафиксированы многочисленные нарушения правил дорожного движения пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте. В начале рейда уже было зафиксировано несколько нарушений со стороны пешеходов. Надо отметить, что жители даже не останавливал факт нахождения инспекторов ГИБДД на проезжей части. Заместитель начальника ГИБДД Сергей Городков отмечает, что самое страшное, когда взрослые вместе с детьми нарушают правила перехода проезжей части. Вот наглядный пример. В ходе рейда бабушка с внучкой, видя сотрудников госавтоинспекции, все равно попыталась перейти дорогу в неположенном месте. И в данной ситуации взрослый человек подает дурной пример подрастающему поколению. Это сейчас очень актуально, ведь наступил новый учебный год и безопасность детей – одна из приоритетных задач, стоящие перед взрослыми. В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники ГИБДД ведут активную работу по снижению количества ДТП с участием детей. Сюда входит комплекс мероприятий. Одно из них – это пропаганда безопасности дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД проводят беседы в образовательных учреждениях, детских садах и школах. Работаем с организациями, осуществляющими перевозку детей. И все это мероприятие нацелено на соблюдение ПДД участниками дорожного движения и пешеходов. Особое внимание стоит отметить на пешеходов, как детей, так и взрослых. Проанализировав состояние аварийности на территории Дмитровского городского округа, установлено, что из семи дорожных транспортных происшествий, связанных с детьми, которых пострадали дети, пять случаев это связано с наездом на пешеходов, пешеходов именно детей. Также сюда включаются и велосипедисты. За время проведения рейда было составлено семь постановлений в отношении пешеходов по статье 12.29, часть 1 и одно постановление по статье 12.28. Основным правилом, пожалуй, является переход в положенном месте и, конечно, осмотр дороги перед переходом проезжей части. Как бы банально это не звучало, но если бы все пешеходы от мала до велика соблюдали это правило, то дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них взрослых и детей было бы меньше. Рассматривая все дорожно-транспортные происшествия с участием детей, установлено, что родители в большинстве своем направлении по безопасности дорожного движения и знания правил дорожного движения возлагают на общественные организации, а именно школы и детские сады. И сами в большинстве случаев не принимают должного участия в пропаганде безопасного дорожного движения, то есть с самых азов, с самых маленького возраста, с детьми дошкольного возраста, а также школьниками. То есть дети просто не знают элементарных вещей и при общении с родителями установят, что и родители не особо понимают, как нужно объяснять детям, как нужно переходить по пешеходному переходу и что можно делать, а что нельзя. Также есть случаи, когда дети попадают в дорожно-транспортные происшествия при сопровождении с родителями, то есть родители просто не берут ребенка за руку и не переводят дорогу, а он выходит вперед либо назад, из-за чего водитель видит взрослого человека, но ребенка, к сожалению, не замечает. Из-за невнимательности, незнания или несоблюдения простых правил виновными в дорожно-транспортных происшествиях зачастую являются именно пешеходы, которые порой просто забывают посмотреть по сторонам. Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными. Это касается и водителей, и пешеходов, которые обязаны соблюдать основные правила и проявлять взаимоуважение друг к другу.